Сейчас мы будем говорить о очень серьёзных вещах, потому что от этих вещей и от того, как вы к ним относитесь, будут зависеть жизни людей. И именно это выделяет взрослого человека от ребёнка способность и ответственность. Вы, работая волонтёрами на горе, будете способны спасти чьи-то жизни. Это очень серьёзно. Наша задача — рассказать, как это сделать, как это сделать правильно, как распознать те риски, которые позволят, если их вовремя распознать, предотвратить беду. Мы поговорим о культуре безопасности, поговорим об культуре и технике эффективного вмешательства. Что такое вмешательство? А вмешательство — это те ситуации, когда люди перестают быть безучастными, когда они для себя принимают решения и делают выбор, как бы это ни было неудобно или некомфортно, но сделать шаг вперёд, подойти к человеку, который делает небезопасные какие-то действия, и вмешаться, и предотвратить беду. Вот сейчас здесь собралось порядка 60 человек, а за прошлую зиму поставляло 170 человек. Это в три раза больше. Теперь давайте посмотрим, насколько важно снижение хотя бы даже на одну составляющую вот этой цифры, насколько это важно. Субтитры создавал DimaTorzok So, last year, 348 people died on our roads. What do you think would be a more acceptable number? Um, acceptable? 70, maybe? Probably 70. Can you say 70? 70. Actually, this is what 70 people looks like. That's my family. So, now, what do you think would be a more acceptable number? Zero. Zero. После просмотра этого короткого ролика приходит понимание, что каждая жизнь, она очень цена. И в чём самая главная печальная вещь того, что назад время нельзя перемотать. Когда люди попадают в печальной ситуации, они в большинстве случаев очень сильно сожалеют о том, что вовремя не заметили, не подготовились, не одели правильно обмундирование, алкоголь приняли и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok В первую очередь, конечно, нас мотивирует думать о безопасности. Это возможная потеря близких. Конечно, мотивирует думать о безопасности статистика, которую мы только что увидели, и вообще статистика в мире, в городе, в стране, о количестве травм. Потому что это действительно страшно. У каждого человека присутствует такой инстинкт самосохранения. И именно он мотивирует действовать более благоразумно. Из безопасности мы получаем большие уроки. Такие, как, например, повторять ошибки тех людей, которые подверглись к этой опасности. И что мы можем сделать, какие положительные качества можем предоставить. Это показывает положительный пример другим, тем самым спасти чудо жизни от опасности. Все говорили, что безопасность, своя семья, все такое, безопасность себя. Но я бы хотел сказать, чтобы не забывали еще даже о безопасности посторонних людей, о прохожих и так далее. Потому что сделая свою какую-нибудь ошибку, ты можешь подвергнуть жизни даже и посторонних тебе людей. А теперь мне хотелось бы немного поговорить о том, почему процесс вмешательства, небезопасные условия, он требует определенных навыков. Вы видите, что вы все очень разные. Вы внешне все разные, а внутри вы еще более разные. Каждый из вас имеет свой опыт, и он не похож на опыт вашего соседа. И именно в зависимости от этого опыта вы видите жизнь. Восприятие очень сильно зависит от опыта, который вы имеете. Поэтому именно для этого, чтобы научиться видеть опасности, нужно как можно больше изучить опасные факторы. Надо научиться их распознавать, определять. Когда мы сконцентрированы на чем-то, мы не видим очень многих вещей, которые окружают нас. Вот то же самое происходит на горе. Очень важно для волонтеров постоянно следить не только за собой, но и об окружающих думать, наблюдать за ними. Здесь совершенно другой подход к вашему восприятию. Вы должны раскрыть себя, видеть окружающих, сканировать все, что окружает вас, перемещается, меняется. Происшествие происходит всегда там, где происходят какие-то изменения. Вот что-то устоявшееся, как всегда, а потом раз, и что-то изменилось. Пошел снег, видимость меньше стала, и так далее. Ветер поднялся. Новые люди, новое оборудование, новые погодные условия, начало сезона, и так далее. Это все открывает опасности, которые до этого вы могли не видеть. Природа наделила вас сенсорами. Сенсоры — это все наши внутренние и внешние приборы, которые позволяют наши органы, которые позволяют нам коммуницировать и воспринимать с окружающим миром. Необходимо вокруг постоянно смотреть, наблюдать, прислушиваться, чувствовать и анализировать. Вот это основные моменты, которые вы должны запомнить. Использовать все органы чувств. Где-то запах алкоголя, где-то восприятие визуального образа, когда человек неуверенно себя ведет на горе, либо он шатается, либо какая-то у него травма, возможно, ему нельзя на этот опасный склон выходить. Вот эти все моменты вы можете определить. Давайте сейчас посмотрим, какие есть опасные факторы. Мы выделили 8 таких общих групп опасных факторов, которые могут существовать на горе. Первое – это биологические. Вот мой вопрос к вам. Как вы думаете, какие биологические опасности могут существовать? Пожалуйста. Ну, лиса выбежать, например. Лиса. А в чем ее опасность? Ну, можно ее наехать, тем самым вот себя прогонять. А еще вы знаете то, что лисы являются переносчиками бешенства, да? И если вы получите укус лисы, а всегда очень хочется ее покормить. Она же такая красивая. Ну, еще ты можешь заехать в лес, и там может быть спать мишка, и ты случайно к нему туда можешь провалиться. Хорошо. Это у нас были биологические опасности. То есть они у нас есть. Это все возможные животные, насекомые, которые нас окружают. Ну, насекомые сейчас спят, конечно. А следующая – это окружающая среда. Ну, здесь мы долго, я думаю, останавливаться не будем. Это первая опасность, которая бросается в глаза. Почему? Это метели, да? Где это? Ну, погодные условия. Погодные условия. Да. Ну, то есть любые погодные условия, которые никто не ждет. Да. Есть ли какие-то химические опасности на горе? Спасители комплексом могут пользоваться разными химическими реагентами. Например, те же самые спламенные разогреватели. А до сих пор не? А обогреватели супер. Обогреватели. Они могут, допустим, порваться, рассыпаться, а при контакте с водой некоторые могут воспламеняться? Воспламеняться. Либо кто-то случайно вдохнул где-то, где-то попало на кожу, да, какое-то раздражение. Еще, если мы работаем, например, на канатной дороге, да, есть ли там какие-то химические вещества, как думаете? Да, не замерзайка. То есть какие-то вещества, которые используются для наладки работы, да, данного аппарата, тоже могут представлять собой опасность. То есть он тоже присутствует. Человеческий фактор, вот здесь интересно, как считаете? Человеческий фактор – это когда что-то мотивирует человека, да, например, я очень устала на работе, пошла, думаю, покатаюсь, да, и в этот момент я вообще не думаю о том, кто вокруг меня, да, какие там люди. Я думаю о своих проблемах, о своих каких-то там, не знаю, с мамой поссорилась, да, думаю об этом, и я случайно могу наехать на кого-то, просто задумавшись. Вот это будет такой человеческий фактор. Еще идея, вот там за крайним столом я видела. Извиняюсь. Ну, например, в состоянии алкогольного обвинения можно под мотивацией «я все могу, я все умею, можно поехать на гору» и, конечно, подвергнуть себя огромной опасности. Хочу вам сказать, когда мы рассматриваем вопросы безопасности на нашем производстве, человеческий фактор, он тоже является таким опасным игроком в этой игре, да, потому что его очень сложно контролировать. Когда мы говорили про такой элемент, как культура безопасности, вот мы не можем, как мы увидели, да, что мы не можем быть уверены в том, что все воспринимают мир и живут по тем же принципам и правилам, как я. Следующий фактор – это электричество. Ну, что здесь у нас? Давайте тоже быстро, да? Есть оборудование? Провод, канатка, да, замыкание какое-то может быть. То есть электричество, оно вокруг нас. Даже какое-то бытовое, да? Физические или механически опасные факторы? Смежно, отчасти с электричеством. А отчасти с электричеством? А у меня спросили с механически. Ну, вот когда снегоуборочные машины, допустим, трамбуют снег, люди обычно сидят на боковых сторонах трасс, и вдруг их, не знаю, к ним и так щух, и все, человека уже нет. Так, то есть здесь, да, это сочетание работы различных машин, да, вместе с деятельностью человека. То есть где это может быть правильно? Какая-то техника, которая работает на склоне. Эргономические факторы. Все знают, что будет с ногами при многочасовом нахождении в специальной обуви. Элементарно при выходе в то же кафе, посидеть, отогреться, ноги в неудобном положении затекают буквально за 5 минут. Соответственно, это может привести к каких-то травмам, да, или они не будут функционировать. Некоторые люди могут неверно рассчитать свои силы, ноги не отошли, они менее конечностей, они могут не справиться с управлением, и это может привести от мелких травм до летального исхода, да. И следующее, это такой интересный аспект, это терроризм. Обычные общественные места, они становятся таким точкой внимания, да, для таких группировок. Но будем надеяться, что нас это не затронет. Но, тем не менее, знать об этих опасных факторах мы должны. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Человек намеренно идет в опасное для жизни здоровье место, чтобы, например, скатиться с огромной горы, при этом не думая о том, что он может получить какую-то травму, чтобы получить эмоции. Вот, допустим, я не умею кататься, но я взяла, одела лыжи и пошла на гору. Я не подумала о том, что я врежусь в человека, я собью маленького ребятка. Потому что человек в такой-то ситуации на 100% уверен в том, что итоговый результат его стоит. Однажды самое главное, это им движут последствия. Самая главная проблема, именно в таких условиях человек теряет возможность объективно оценивать ситуацию. Умение нашей команды, одна из главных причин, это некий азарт, ну или, как сказали проще, это спор. Также, мы уже об этом говорили, это состояние объединения, алкогольного или же наркотического. Возможно, просто непонимание происходящего или чрезмерная самоуверенность. И вот еще незнание правил мне нравится, да? То есть, когда человек не знает просто, а как надо, да? Поэтому он так себя ведет. Может быть, он и не хотел. Спасибо большое. Мы подошли к самому важному. И я очень хотел бы, чтобы сейчас вы меня все слышали по-настоящему. Потому что сейчас мы подошли к моменту, когда вы принимаете решение, вмешиваться вам или не вмешиваться. Я сразу хочу сказать, я сам вмешивался много раз. И много раз у меня были ситуации, когда ко мне люди проявляли агрессию. Если вы принимаете решение занять активную позицию в жизни, выполнять роль волонтера, то сразу же я вам могу сказать, пока вы не научитесь и не наберете опыт вмешиваться, у вас будут такие случаи. Вы будете встречать и грубость, и хамство по отношению к вашему вмешательству. Но раз за разом вы научитесь находить общий язык с тем, с кем вы разговариваете. Самое главное во вмешательстве сохранять спокойствие и не позволять своим эмоциям поддаваться на провокации. Потому что люди, они по природе всегда защищают свою территорию. К любому человеку, если вы подходите, это уже вторжение в его личную жизнь, в его личную территорию. И особенно если вы младше того человека, по отношению к которому вы совершаете вмешательство, то ожидайте, что первая его реакция будет, во-первых, удивление. И если вы во время этого удивления не покажете ему, что вы хотите ему добра, то после этого удивления последует агрессия. Это человеческая природа. Человек уже вас не воспринимает просто как молодого человека, либо девушку, там, 17-18 лет. А человек уже понимает, что за вами стоит организация. Организация, которая владеет этим курортом. И отношение уже к вам будет другое. После того, как вы представились, обязательно скажите, что, возможно, вы находитесь сейчас в большой опасности. Вы можете очень сильно пострадать. И постарайтесь объяснить, что может произойти. Почему вы подошли? Что может случиться? И вот только в этом диалоге вы сможете подавить агрессию и донести до человека свои мысли. Но люди бывают разные. Иногда вмешательство может привести к агрессивным и даже очень жестким, грубым действиям со стороны вашего оппонента по отношению к кому вы пытаетесь проявить добро и сохранить его здоровье. Особенно люди в состоянии алкогольного опьянения. Никогда не поддавайтесь на провокации. Не начинайте драку. Потому что бывает и такое. Лучше отбегите. Отбегите. Сообщите спасателям. Сообщите охране. Не ввязывайтесь. Потому что тем самым вы уже достигли абсолютно совершеннолетнего возраста. К вам точно так же могут быть применены все санкции, которые имеются и в административном и в уголовном кодексе. И вы так же, как и тот человек, будете отвечать перед законом. С помощью вопросов вы подводите человека к тому, чтобы он сам осознал те или иные риски. Самое простое. Вы видите, человек неопытный. Он выходит на какой-то отдаленный сегмент склона. Он может упасть. Не может что-то произойти. Вы можете ему просто сказать, если вы упадете, а у вас есть, допустим, телефон, чтобы сообщить, что с вами что-то не так. И когда вы этими детальными вопросами начнете задавать и установите контакт, вот тогда человек поймет, что нет, этот молодой человек все-таки действительно что-то пытается до меня донести, а не просто здесь, как говорится, рейтинг свой повышает. Вот эти тонкости я хотел бы до вас довести, потому что если вы по-настоящему собираетесь выполнять волонтерскую работу, то особенно поначалу это будет очень сложно. Но это даст вам очень большой опыт в коммуникации. После этой практики вы научитесь устанавливать контакты с различными людьми, с очень сложными людьми, это в жизни вам очень сильно поможет. И последнее, что хотелось бы добавить. Если вы видите, что вас не слышат, и ваше вмешательство не сработало, то тогда вы незамедлительно должны обратиться к вашим представителям, представителю горного воздуха. скорее скорее всего у вас будут какие-то средства связи, с помощью которых вы сможете коммуницировать те или иные сигналы. И тогда необходимо нужно будет привлекать уже авторизованных выполнять те или иные функции работников горного воздуха. Вмешательство это всегда трудно, особенно поначалу, потому что никто не любит, когда кто-то другой сует нос не в свое дело. И пока вы не объясните и не донесете, что человек находится в опасности, что вы не пытаетесь его поучать, а вы пытаетесь сделать ему добро и сохранить его здоровье. Вот как только вы выйдете на гору, вот даже если в день вы хотя бы один-два раза вмешались, то каждое вмешательство, доведенное до конца, оно будет только делать вас сильнее, более увереннее и укреплять вашу веру в то, что вы действительно делаете очень доброе и очень нужное дело. Продолжение следует... как отображено на картинке, мы видим то, что нет возможности для маневрирования. То есть человек, который будет ехать выше под склону, он не сможет избежать столкновения. У него будет выбор всего лишь въехать в человека, въехать в лес, въехать в камни. То есть в любом случае, в самом удачном случае, он уберется куда-нибудь снаряжением и сломает его в самом худшем, это будет летальный исход. Наши действия, если мы будем находиться в этом месте, это подойти и попросить встать, либо отодвинуться ближе к краю трассы. Но если у него сильная травма, то попросить жестами остановиться других отдыхающих, помочь. Но в первую очередь оповестить руководство о случившемся. На нашей пункте вы можете видеть плохие погодные условия. что могут сделать люди? Они могут потеряться, могут наткнуться на что-то, не замечая этого, или даже съехать с обрыва. Мы бы, как волонтеры, нам, наверное, надо было сначала убедить их покинуть гору, потом, если они не послушаются, сообщить в экстренные службы о нахождении людей на горе в такую погоду и попытаться эвакуировать их и обратить внимание на возрастную категорию людей. Во-первых, это может быть потеря снаряжения, может что-то упасть, потом вскатиться с горы, и все, больше мы не увидим ни высший борт. Потом, это возможны физические травмы, потому что человек может спокойно упасть, ну, то есть, человеческий фактор влияет на это. может привести к летальному исходу, то, что человек упадет, разобьется, и все. Можно оповещать через, допустим, каждый час, погромко говорите, то, что соблюдайте правила безопасности, потом штрафы, еще опять скажу, то, что люди не будут повторяться и делать какие-то ошибки, сделать одно предупреждение, но если люди повторяют это, то штрафовать и не будет такого желания уже. Ребенок, как мы видим, без шлема, и они находятся прямо посреди трассы. Нет никаких обозначающих знаков, что здесь происходит лечение, и также они могут создать неблагоприятные условия для других лыжников горы. Ну, по мерам я могу сказать, что я могу подойти, ну, и подъехать к родителю с ребенком и попросить их сдвинуться на край трассы для обеспечения безопасности других отдыхающих и, в конце концов, просто попросить ребенку купить шлем. Спасибо очень большое за такой прекрасный семинар. Все, что мы обсуждали, это действительно нужно и важно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok